Постоянно читаю негативные комментарии про Яндекс.Дзен. Из разряда бросай этот Яндекс.Дзен, он скоро загнется, скоро все перейдут на другую площадку, тоже переходи на другую площадку. Интересно на какую. Оно и понятно. Люди, то есть у них не очень скорее всего получилось заработать на Яндекс.Дзен, они и негативят и пишут такие комментарии. Наверное я, когда у меня забанят все каналы на Яндекс.Дзен, также пойду и буду писать всякие гадости про эту площадку. Но пока канал у меня в порядке, поэтому я постараюсь быть объективным. А какие вообще есть предпосылки того, что вот люди пишут, что Яндекс.Дзен скоро загнется, что вообще их натолкнуло на эту мысль? А это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится и мы, как всегда, начинаем. Самым очевидным вариантом ответа кажется ответ конкуренты. То есть у Яндекс.Дзен, возможно, появились какие-то конкуренты. Давайте посмотрим, кто может быть конкурентом Яндекс.Дзен. Во-первых, Ютуб. Ну то есть Ютуб это видеоплощадка, и Яндекс.Дзен вроде с последних времен стал тоже видеоплощадкой. Но давайте порассуждаем здраво. Яндекс.Дзен. Видео на Яндекс.Дзен, кто их смотрит? И видео на Ютубе, кто их тоже смотрит? Это совершенно две разные аудитории. Люди, которые смотрят видео на Яндекс.Дзен, не смотрят видео на Ютубе. Чтобы было понятно, приведу такой пример. Мы когда учились на пиарщиков в институте, нам задали такую задачу. Говорят, вот есть такая компания, которая производит дорогие брендовые ручки. Ну то есть брендовые ручки там от 10 тысяч рублей и дороже. Очень дорогие ручки. Проанализируйте и вы видите, кто у них конкуренты. Мы такие принялись за работу. Были разные варианты. Были варианты, что у них конкуренты канцелярские товары. Что конкуренты там производители других ручек. Все это оказалось неверным вариантом ответа. Верный был производитель дорогих брендовых зажигалок. Почему? Потому что и тот, и тот товар производятся как бы ручки. Не для того, чтобы писать, а чтобы подчеркнуть статусность. Чтобы показать, что вот я такой крутой, у меня там ручка за 10-20 тысяч рублей. И конкуренты их это не канцтовары за копейки. Потому что канцтовары как раз для того, чтобы писать. А зажигалки, брендовые зажигалки оказались верным ответом. Потому что такие зажигалки тоже покупают не чтобы что-то зажечь, а чтобы показать свою статусность. Ну так вот, аудитория, которая смотрит видео на Яндекс.Дзен, также относится к аудитории Ютуба. Также как брендовые ручки относятся к канцелярским товарам. То есть совершенно никак. Ну и помимо того, что аудитории у них не пересекаются, Ютуб все-таки в качестве видеоплощадки более продвинутый. Имеет больший опыт. И пока что говорить о конкуренции вообще не приходится. Ютуб и Дзен. Какие еще есть конкуренты? Многие, наверное, наслышаны о Пульсе, который в 2019, если я не ошибаюсь, появился. Который все говорили, что он вот подвинет в сторону Яндекс.Дзен. Но давайте будем объективны. Уже там прошло, ну, чуть больше года, наверное, и ничего вроде как не изменилось. Дзен остается на своем месте. Почему так? Ну смотрите. Дело в том, что деньги авторам платит не сама площадка. Платит рекламодатель. То есть, а у рекламодателей, которые платят эти деньги авторам, есть таргетологи, которые настраивают рекламу. Ну так вот, если у вас есть знакомый таргетолог, часто ли вы слышали от него такую фразу, ой, извини, я не пойду с тобой сегодня гулять, там от заказчика надо настроить рекламу на майл. Это я к чему? Это я к тому, чтобы площадка приносила прибыль и авторам в нее должны вкладывать деньги. А если в нее не вкладывают деньги, если рекламу там не размещают, то, соответственно, и авторы не будут особо получать доход. Понятное дело, что на пульсе есть уже площадки, которые там зарабатывают. Там есть реклама, она там всегда была. У майла есть и ВКонтакте, и Одноклассники. Но у того же Яндекса гораздо большие ресурсы. Это RSE, это поисковик. Поисковик это вот большая такая вот огромная махина, которая приносит огромную прибыль. Сможет ли майл подвинуть Яндекс? Ну, я очень сильно сомневаюсь. Есть ли у Яндекс.Дзен другие конкуренты? Насколько мне известно, нету. Единственный, кто может создать конкурента ему в ближайшее время, это Гугл. Ну, у Гугла есть Ютубчик, которым он занимается. И плюс Ютуб иностранная компания, которая, ну, вряд ли будет сильно заморачиваться над русскими текстами. Понятно, что есть Буагун, который у нас в стране как-то, видимо, не особо прижился. Говорить о том, что они конкуренты с Яндекс.Дзен тоже не очень приходится. Ну и вот, то есть угрозы от конкурентов на данный момент на горизонте вообще не наблюдается. Это, кстати, большая проблема для Яндекс.Дзена. Ввиду отсутствия конкурентов, он делает не очень логичные вещи. Одна из таких, на мой взгляд, мультиплатформенность. Ну, так это назовем. Ну, то есть, что я имею в виду? Это то, что Яндекс.Дзен такой, а давайте сделаем сториз, а давайте сделаем галереи, а давайте сделаем видео. То есть, они пытаются в одну площадку запихнуть все-все-все-все и всем угодить. Непонятно, зачем нужно было создавать видео отдельно, если у них еще появился Яндекс.Эфир. Или зачем нужно был Яндекс.Эфир тот же создавать, если видео уже на Дзене можно создавать. Но ладно бы, видео все ограничилось. Нет, надо еще сториз какие-то сделать. Нужно еще галереи сделать. Кстати, галереи это очень странная вещь. У них были нарративы, которые не зашли. И они решили наступить на те же грабли и сделать теперь галереи. Это, я не знаю, как милицию в полицию переименовать. На мой субъективный взгляд, когда пытаешься везде поспеть, не успеешь нигде. Понятное дело, что им это сейчас кажется очень крутой идеей, но мне кажется, со временем это вот как-то все упростится, и они поймут, что либо одно, либо другое. Ну, либо все развалится, и вот это уже, на мой взгляд, реальная угроза для Яндекс.Зена. Еще одна большая проблема Яндекс.Зена, это то, что там контент довольно желтый, там пишут все подряд. Я не призываю вовсе ограничивать контент, что вот эти могут писать, эти не могут писать. Но начинающие авторы, не начинающие авторы, и вообще все подряд, и те, кто там арбитражники, не арбитражники, в общем, разно разношерстный народ пытается заработать на этом денег и пишет иногда полнейшую чепуху. Чем это плохо? Тем, что рекламодатели не хотят видеть свою рекламу, встроенную во всякую чепуху. Это может стать реально большой проблемой, и если вот как раз, если уйдут рекламодатели с Яндекс.Зен, тогда, естественно, площадка перестанет существовать, потому что если авторам не будут платить деньги на Яндекс.Зен, там останутся лишь такие вот прям энтузиасты-энтузиасты, которым просто некуда больше писать. Получается, уходят рекламодатели, исчезают деньги, уходит 99% авторов, и площадка все, загибается. Именно поэтому Яндекс.Зен и старается избавиться от желтого контента, к более серьезным публикациям перейти, чтобы рекламодатели хотели размещать. Но у них на самом деле все не так гладко получается. Вот приведу пример, можно сказать, из моей практики. Пишу я статью про, там, ну, на тему политики тоже статья была, про не очень хорошего человека, ни того не очень хорошего человека, о котором вы подумали, а другого, общепринято нехорошего человека. Так вот, пишу я про него статью, пишу, за что его не любят, какой он нехороший, что вот так и так, что... Ну, никаких там описаний трагических событий, никаких там военных действий не описано, просто что вот такой-то такой-то был, что вот он такой-такой-то вот, вот, ну, бяка полный. И что бы вы думали? Реклама в этой статье, конечно, есть, потому что, ну, как я сказал, трагические события не описаны. Реклама есть, все нормально. Через некоторое время, по прошествии там пары недель, пишут другую статью о подвиге русского солдата, что русский солдат там, вот он там, там тоже не было прям детального описания, но просто были вот описания события, описания подвига нашего солдата. Прям читаешь и гордость прям такая. Вот, написал статью, выложил, нет рекламы. Почему, спрашиваю поддержки. Они говорят, ну, вот детальное описание военных действий, все, рекламы не будет у вас. Но мне кажется, что на месте рекламодателя я бы с большей вероятностью разместил бы и хотел бы, чтобы разместили в статье рекламу на тему подвига, когда вот гордость прям пробирает. И люди с большей вероятностью захотят купить товар, который вставлен в такую статью, чем в статью, где описан вот этот вот редиско-нехороший политик. Но алгоритм Яндекс.Ден посчитал, что реклама может быть в статье с редиской, но не будет этой рекламы в статье про подвиг. Странная логика. Ну да ладно. Пусть они сами с этим разбираются. Но Яндекс.Дену стоит серьезно задуматься над тем, чтобы привлекать еще больше рекламодателей, еще больше средств. Естественно, и мы, авторы, будем больше от этого зарабатывать. И, естественно, от этого как бы сам Яндекс.Ден выиграет. Но вот что мне лично не нравится, естественно, это никак не влияет на то, что там развалится Яндекс.Ден, не развалится Яндекс.Ден. Кстати, он нифига не развалится. Ну так вот, лично мне не нравится пафос ведущих. Вы посмотрите Дзен понедельники. Что это вот за... Не знаю, говорят про американцев, что у них натянутые улыбки фальшивые. Вот когда я смотрю Дзен понедельники, мне иногда кажется, что люди там как-то вот им сказали, что прям в трудовом договоре прописали. Вы обязаны улыбаться, вы обязаны говорить только что-то позитивное и интересное. Неестественность. Прям вот меня раздражает вот эта неестественность ведущих. Перестаньте так делать. Ну честное слово. Ну смотрится ужасно. Ну а так, в целом у Яндекс.Дзен дела идут довольно неплохо. Я заметил, когда включаю ютубчик, что появляется реклама Яндекс.Дзена. Кстати, вот интересный момент. Раньше у меня появлялась реклама, что вы видеоблогер, поэтому переходите на Яндекс.Эфир и выкладывайте там свои видео. Сейчас Яндекс.Эфир почему-то нигде не рекламируется. Не постигнет ли его судьба нарративов? Ну, тем не менее, это просто догадки. А вот сейчас мне появляется реклама Яндекс.Дзена опять. Они опять его позиционируют как площадку для видеоблогеров. Странно. То ли Эфир площадка для видеоблогеров, то ли Яндекс.Дзен площадка для видеоблогеров, хотя их можно там совместить и помогать друг другу продвигать. Но это про другое. А тут мы имеем дело с тем, что Яндекс опять активно продвигает Яндекс.Дзен. О чем это говорит? О том, что они даже не думают о том, что с ним что-то может случиться. И, естественно, с ним ничего и не случится в ближайшее время. Так что если вы задумывались о том, что стоит ли сейчас заводить канал, есть ли в этом смысл, не поздно ли заводить канал на Яндекс.Дзен? Нет, не поздно с ним. В ближайшее время, в ближайшие годы все в порядке. Будет у него даже конкурентов толковых нет. Другое дело, что у авторов очень много теперь конкурентов. Все туда хлынули и придется реально пробиваться и реально стараться. Но оно того стоит. Если вы сможете зарабатывать здесь, оно того стоит. Понятное дело, что сейчас, если вы завели канал, придется пройти, можно сказать, через все круги ада. Ну то есть вам придется набрать 10 тысяч минут. Это, кстати, самое простое, что можно сделать сейчас на Яндекс.Дзене, это набрать 10 тысяч минут. Почему я так говорю? Потому что дальше вам придется пройти проверку. А проверка может не одобрить ваш канал. Если проверка не одобрит ваш канал, кстати, вы остаетесь в неведении. То есть вот так вот получается, что вы вроде как набрали 10 тысяч минут и ждете месяц, ждете два месяца, ждете три. Некоторые полгода уже ждут. У меня знакомый там месяца четыре ждет, и ему ни ответа, ни привета. И когда он пишет туда письма, ему говорят, ждите ваш канал на дополнительные проверки. Очень много заявок. Заявок на самом деле очень много. И чтобы пройти проверку, нужно, чтобы канал вообще ничего не нарушал. Он прям был идеальный, хороший, красивый, пригожий. Вот. Если не такой, то уходите на дополнительную проверку и ждете месяцами. Поэтому я всем рекомендую не желтить, поэтому я стараюсь набирать эти минуты как можно честнее. Вот. Это первое. Второе. Там придется документы отправить, когда уже будет одобрена монетизация. Когда он одобрит эти документы, вы вроде как должны начать зарабатывать. Но не так-то все просто, потому что первое время все равно, даже среди начинающих авторов, которые уже вышли на монетизацию, есть очень большая конкуренция. И в результате этой конкуренции у вас заход, во-первых, будет то скакать, то падать. Во-вторых, вы будете, возможно, там зарабатывать 10-12 рублей в сутки. То есть некоторые мечтают, думают, сейчас выйду на монетизацию, буду зарабатывать, там уволюсь с работы. Да фиг-то там. Первое время там, первые полгода. Это, кстати, камень в огород тех, кто рекламирует всякие курсы, которые говорят, что вот там буквально за пару месяцев выходите на монетизацию и зарабатываете там от 50 до 100 тысяч. Кстати, про такие курсы, где вот так вот разводят людей на деньги, заставляют их брать в рассрочку эти курсы, я рассказывал в одном из прошлых видео, в подсказках его прикреплю, обязательно посмотрите и не покупайте никакие курсы. Ну так вот, так сейчас сделать нельзя. Вам придется первое время постоянно писать, регулярно писать, и только когда у Яндекса появится более-менее лояльное отношение к вашему каналу, только после того, как появится доверие к вашему каналу, вот тогда вот вы начнете зарабатывать. Так что, как я уже сказал, с Яндексом, скорее всего, ничего не случится, случится, скорее всего, с авторами, которые просто забьют на это дело и уйдут. То есть сейчас, насколько я понимаю, идет такой довольно большой ажиотаж о том, что, блин, офигеть, в интернете, оказывается, можно деньги заработать. И очень много людей пошли сюда зарабатывать, плюс реклама самого Яндекса постоянно говорит о том, что здесь можно реально заработать. Люди приходят, люди разочаровываются, люди уходят. Я рекомендую тем, кто умеет писать, тем, кто хочет писать, тем, кто хорошо пишет, просто запастись терпением, продолжать это делать, продолжать выкладывать свои статьи. Я понимаю, что очень жалко выкладывать статьи, которые там не набирают дочитываний, которые, возможно, аудитория Яндекс.Дзен не читает. Но если ваш контент как раз под Яндекс.Дзен, если вы понимаете, что аудитория Дзен – это ваша аудитория, то, опять же, запаситесь терпением и работайте. Смысл работать на Яндекс.Дзене все-таки есть. Но это, я так говорю, Яндекс.Дзен, пока мой канал не забанили. Ну, то есть все мои каналы. Как только забаните, я вас, честное слово, хейтить начну. И видео снимать не перестану. Буду вот регулярно про вас тогда видео снимать и говорить, что «Ах, вы такие вот нехорошие», «Ах, вот они вот нельзя тут заработать», «Ах, вот они вот всех кидают». Так что Яндекс.Дзен я вас предупредил. Ладно, а если серьезно, то резюмируем можно сказать, что смысл писать есть, с Дзеном ничего не случится. Вот. А с вами был Кретов. У меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok